всех приветствую уважаемые партнеры доброе утро так сейчас надо выбрать часть запись сделаем запись только видео меняется платформа меняется настройки поэтому кое-какие момент возникают всех приветствую еще раз надеюсь все в порядке так дорогие друзья напишите в чате как меня слышно и видно и поедем спасибо 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 доброе утро доброе утро отлично галина галина татьяна ольга всех приветствую приветствую сергей участники добавляются давайте еще 5 минуточку на разогрев как чувствуем себя как настроение весенние как сегодня проснулись кто на работе кто дома у кого работа дома у кого дом на работе все окей спасибо татьяна молодцы ну что такое сегодня прекрасный день татьяна добрый день всех приветствую всех приветствую рад всех видеть вот вы пишете я вас как будто вижу отлично в надежда на работе но в чате здорово это тоже работа с какой-то в какой-то степени да и сетевой маркетинг вот такой здесь все переплетается и личные взаимоотношения отношения с людьми и работа и приятное времяпрепровождение и бизнес в общем здесь сложно найти какие-то грани но у каждого человека конечно надо четко определяться что это для него чтобы четко понимать что делать и в какой-то степени эти марафоны так сказать нашего направления империум wellness я бутолин алексей если кто меня не знает руковожу так сказать этим направлением это некий инструмент для бизнеса да и для многих он может быть являться и очень хорошим инструментом для привлечения новых партнеров даже хотя бы клиентов за что мы в принципе на этом марафоне и даем призы кто кстати пригласит больше новых клиентов на этот марафон тот получит тоже приз и напомню что считается именно клиенты не считается что это если уже был там партнером компании человек да и вот он купил билет и вы его пригласили он уже является партнером компании все нормально доброе утро доброе утро он информацию видит он может прийти до вас возможно вы ему сказали он увидел да но так как он является уже партнером не считается считается только те люди которые пришли вот только на марафон у них единственная покупка это билет на марафон первая покупка может быть такое то что первая покупка у этого человека это билет на марафон а потом он например на следующий день купил уже какой-нибудь пакет до либо пакет который как раз нужен для марафона либо какой-то пакет из продукции которые ему нужна на данный момент вот это тоже считается доброе утро да нам вот поэтому у нас есть уже такие партнеры которые пригласили клиента клиента на марафон вообще до который может быть и не был знаком с компанией но он купил билет именно на марафон можно купить билет на марафон можно купить сразу пакет в который входит сыворотка империум космо до 3 потом туда входит matrix юна до спрей и мицилаев скелл в капсулах вот этих три продукта которые необходимы для того чтобы ну они нам будут нужны на марафоне о них подробно расскажет ольга какими в процессе марафона поэтому вот таким образом ну что дорогие друзья у нас давайте давайте еще два человека чтобы было у нас 20 участников хотя бы да и чтобы я тогда уже ольги передал слово в конце концов если кто-то не смог сегодня попасть ну пятница и утро этот будет вебинар записи так что кто не посмотрел может посмотреть я вас единственно хочу что призвать призвать участвовать самим и приглашать приглашать как раз клиентов за это можно получить приз приглашайте клиентов пусть они приходят посмотрят как марафон проверенный ольги очень положительных отзывов и все многие здесь кто принимал участие в том марафоне моего преображения не конечно знаю что это прекрасный марафон все смотрели я сам смотрел я выполнял те в рекомендации которые давала ольга не только там какие-то организационные моменты но и все остальное в общем у нас покупки увеличиваются количество покупок я уже чат сформировал добавил людей которые уже приобрели этот пакет они могут наблюдать что они находятся в чате у некоторых нету телеграм это у нас если кто в чате есть сейчас на вебинаре по моему перемыкина елена она что-то у нас прервалось так у нас с вами суббота воскресенье меня видно дорогие друзья меня видно слышно все спасибо большое что-то прервалось так вопрос возник для партнеров обязательно покупка на 96 баллов 22 марта для участия в проекте для участия в проекте для участия в проекте необходимо просто купить билет там неважно сколько вы баллов делаете для там это вообще не принципиально вообще человек может быть клиентом клиент купил билет и стал и стал участвовать в марафоне все количество там специальных этих не надо нет телеграмм на и навыков работы есть желающие но нет телеграммы навыков работы дорогие друзья телеграмм это вообще в мессенджеры вообще эта жизнь наша цифровая она такая по-другому никак понимаете и когда человек хочет что-то изменить в себе до измениться сам не желая что-то преодолевать какие-то трудности но чтобы кто-то пришел и сделал все за него это не ему не поможет поймете это не не его не изменит люди когда которые хотят изменить вот марафона и преображение для того чтобы люди посмотрели на себя зеркало задумали захотели что-то изменить это меняется не только визуально составляющая человека когда он начинает преодолевать трудности видя осна освоение каких-то там например этих мессенджеров вообще как чего-то нового гаджетах там или еще где-то он становится просто уверен и себе если после какого-то преодоления там трудности он смотрит на себя снова в зеркало он смотрит на другого человека вот так людям можете говорить ты хочешь на себя посмотреть на другого гораздо выше интеллектуальней уверенней преодолея вот эту трудность здесь нет ничего сложного просто рядом должен быть человек который ему поможет вот и все ему должен человек помочь какой-то близкий партнер знакомый родственник дочь сын брат сват жена муж вот что важно важно не наличие телеграмма человека который готов человеку помочь вот это важно а с другой стороны смотрите что еще как можно в таких ситуациях формируется команда из нескольких человек там три четыре пять человек которые участвуют в марафоне если не получается смотреть вебинар они приходят где-то кому-то домой или в офис на склад да допустим и смотрят вебинар в записи смотрят обсуждают делятся впечатлениями смотрит что оля какие-то рекомендации дала и все там пятером шестером эти рекомендации выполняют помогают друг другу один может быть подключен в чат да и он говорит вот вот смотрите у меня есть телеграм и мы в чате вот это вот все пишем и как этот человек до разбирается в этом чате же вы можете какой-то вот в этом чате до собрались пятером и фотографии ольги надо отправить вы фотографируйте всех человек пятерых условно говоря но управляете от одного например да кто является руководителем вот этой мини-группы и пишите я так там петрова ивана степана я вот значит я руководитель нашей группы из трех человек и вот у нас в состав ходят то 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 так что и информация которая есть у нас в чате она доступна и для там какой-то по партнера n партнера а партнера б все они это это понимаете здесь найти возможности участвовать вообще просто есть как как это мне не нравится но это банальная штука есть возможности человек ищет возможности а есть способы этого не делать как бы да вот мне вот это мешает участвовать поэтому я не буду а человек а другой ищет способ участвовать но я не умею пока телеграмм ну да ты мне помоги давай через себя буду писать пляска только сейчас подключилась хорошо вы особо ничего не поймите не потеряли валентина так дорогие друзья давайте если ко мне есть вопросы напишите пожалуйста если сейчас вы напишите я на эти вопросы какие-то организационные отвечу будет отдельная вебинарная комната где конечно в чате адрес вебинарной комнаты мы выложим там именно участники закрытого чата будут приходить на в эту вебинарную комнату там ольга будет вести вебинар поэтому если сейчас ко мне есть вопросы можете сейчас в чате написать и на них быстренько отвечу если сейчас нету вопросов ко мне но они могут возникнуть в процессе вебинара вы пожалуйста их запишите я сейчас даю слово ольге после этого я снова верну себе словом вы можете задать нет вконтакте не будет дублироваться вопрос вконтакте будут дублироваться не будет вконтакте дублироваться потому что по опыту вконтакте создавать там группу и отвлекается и там и там и нагрузкой на телефон и на компьютер много всего много всего и в этих мессенджеров уже можно запутаться нам надо минимальный telegram чем он хорош telegram он хорош тем то там то что там можно выкладывать видео в любого объема и любой длины первое второе это закрытый чат он никем дам этими службами не проверяется все что угодно можно делать он занимает немного места видео на серверах остается в telegram можно видео у себя удалять она остается на группе в telegram чтобы не нагружать телефон на его можно установить и на компьютере и на смартфоне можно сохранять в избранном там много много всяких полезных штук в телеграме поэтому он оптимальный вариант он хорошо работает он быстро работает в отличие например от этих же там в telegram можно кстати редактировать сообщения ватсапе их нельзя редактировать если вы ватсапе что-то написали неправильно или там ошибочно или какую-нибудь глупость вам обязательно надо удалить это сообщение и написать новое например вот в telegram можно редактировать видео написанное фото там вообще возможности в telegram гораздо больше и он много места не занимает и он поймите он всегда пригодится всегда пригодится ладно не буду больше так отвлекать так даю слово слово ольге вот у нас уже 23 участника прекрасно так ольга я сейчас я отключусь и передам слово ольге так всех приветствую давайте теперь со мной проверим связь есть она или нет как меня слышно самое главное потому что я хочу в наушниках быть отлично спасибо большое за быструю связь очень переживала по поводу того как мне будет слышно и видно и так огромное спасибо что нашли возможности время действительно уже двадцать четыре человека двадцать три да я постараюсь очень кратко но в полном объеме рассказать вам о нашем предстоящем марафоне итак давайте по порядку он у нас будет с двадцать второго марта по одиннадцатый апреля спасибо большое она будет у нас двадцать один день как я уже говорила в приглашении мы завязали у меня возникло желание завязать на двадцать один день по нескольким причинам во первых это две недели 14 дней у нас был первый марафон и я очень много слышала что вы не успеваете каждый день это большая нагрузка я с вами действительно согласна ну и плюс две недели не очень большой такой срок да чтобы почувствовать какие-то изменения которые действительно вы хотели поэтому мы решили увеличить количество дней но не нагружая сильно вас то есть ежедневными занятиями поэтому это будет через день практически да то есть это будет понедельник среда пятница десять утра по москве это получается восемь утра то есть это будет у вас утренние занятия которые обязательно будут в записи и одно занятие будет проходить в выходные субботу либо воскресенье там будем уже по возможностям смотреть естественно заранее я вас буду оповещать об этом естественно будет у нас с вами чат в телеграм где мы с вами будем делиться своими ощущениями впечатлениями да может быть трудностями какими-то вопросами и помимо получается вот этих дней это у нас остается вторник четверг и какой-то выходной я обязательно как и в предыдущий раз буду делиться с вами какими-то полезными инструментами да для своего здоровья вообще для такой полноты ощущений и изменений в своей внешности 11 в любом случае ольга все будет в записи то есть если вы 11 апреля в дороге это воскресенье и вообще не факт что будет воскресенье может у нас будет занятие а ну и 10 в дороге в любом случае у вас будет запись это все записи будут у вас в наличии в доступе в любое свободное время тем более как помните по предыдущему марафону я практически не повторялась да у нас каждый вебинар было новое занятие поэтому если вы захотите вдруг повторить какое-либо какое-либо занятие на какую-либо часть лица то вы можете это спокойно сделать там вторник четверг начнем обязательно с вами с полюбившейся лимфодренажной гимнастики которая пойдет с вами в жизнь и вы будете делать ее по настроению по вашему желанию хоть каждый день противопоказаний нет плавно перетекаем противопоказаниям их не так много на самом деле самое основное и главное это отсутствие каких-либо заболеваний то есть это либо это обострить обострение каких-либо хронических заболеваний либо это ну какие-то наши сезонные болезни я вот например успела переболеть да то есть чтобы вы были здоровы потому что мы будем активно работать лимфатической системы которая будет собственно у нас чтобы точнее она у нас не разносила по всему организму да все все плохое чем болеем поэтому вы должны быть максимально здоровым хорошем самочувствии далее это на момент занятий давление да что если вы там гипертоник да либо гипотоник чтобы у вас было давление на момент занятия в норме то есть если вы проснулись например в плохом самочувствии либо с высоким давлением да конечно же вы не занимаетесь и мониторите скажем так любом случае я всегда на связи вы можете мне написать если сомневаетесь можно или нельзя какие-либо открытые раны на зонах с которыми будем работать до либо это порезы может быть там высыпание какие-то аллергические реакции так далее так далее это основные противопоказания я естественно в telegram все документы я вам сброшу это будут противопоказания это будет документ разрешающим не использовать ваши фотографии работать с ними и чек-лист сейчас мы к нему перейдем по поводу фотографий то есть я так из одного в другое перетекаем в этом марафоне вам будет легче и мне по поводу фотографий вам не нужно делать небывалое количество единственно у меня будут критерии я их тоже отправлю на себе сделаю фотографии чтобы вы понимали какие они должны быть то есть это будет наглядно единственная просьба пожалуйста делайте фотографии качественные да это то есть не размытые потому что понимаете тот момент что я оцениваю вашу внешность не ваше лицо не не только да они просто там как вы стоите в чем вы одеты а именно изменение на лице и когда качество ваших фотографий размытая не четкая либо тень на вас падает да вот вот таким образом и уже я пол лица не могу объективно оценить то есть фотографии в первом марафоне было ну процентов наверное 60 очень некорректных и мне было правда очень сложно поэтому пожалуйста освещение либо это свет электрический но на вас не должно падать никаких теней потому что я вас просто не вижу либо вы дневным светом пользуетесь до находите момент у вас будет сейчас целых два дня суббота воскресенье чтобы сфотографироваться на эти момент и отправить мне будет всего две фотографии это вид спереди да и соответственно сбоку я вам отправлю в ближайшее время на себе повторюсь фотографии чтобы вы понимали как мне нужно будет вот как я сейчас сижу то есть мне нужен будет ваш плечевой пояс мне нужна будет ваша шея соответственно вы либо в майке либо футболке делать фотографию и соответственно ваше лицо без макияжа с убранными волосами потому что в прошлый раз очень многие были с хвостиками вот здесь и ваши шеи я не видела это моменты по фотографиям надеюсь они понятны вы если что сдавайте вы можете работать без фотографии смотрите здесь два варианта ну во первых если не будет фотографии то естественно вы уже не принимаете участие в розыгрыше призов и соответственно там призовых мест и второе если вы не хотите мне именно отправлять фотографии да то может быть по вашим причинам да по личным то пожалуйста сделайте фотографии для себя это прям обязательное условие потому что вы правда вы не увидите изменений как сказать даже когда делают коллажи не все сразу видят свои изменения потому что вы себя объективно не можете оценить ну это факт я как эксперт в этом деле вижу те изменения которые на самом деле происходит и я вам в конце марафона кто участвовал те уже знают я всем делаю индивидуальная индивидуальный разбор коллажей видео сообщениях я прям делаю до ручка это там ваши фотографии я прям показываю где какие изменения произошли рассказываю за счет чего и самое главное даю рекомендацию что вам делать дальше из на что делать упор да в дальнейшем поэтому если вы не хотите отправлять мне фотографии сделайте эти фотографии для себя потому что ну хотя бы по истечении 21 дня вы хотя бы чтобы понимали что результаты действительно есть ну или например если вы не увидите можете в конце мне отправить эти фотографии я вам скажу что действительно бы хорошо поработали или где-то поленились это по поводу фотографий дальше переходим у нас самое главное изменение это чек-лист я буду отправлять в telegram документ в нескольких скажем тогда чтобы вы могли распечатать вы можете распечатать дома на обычном листе вы можете зайти в любую типографию потратить там не знаю 10 рублей распечатать на более пол плотной бумаги чтобы повесить на холодильник эту красоту и каждый день наблюдать в чем суть здесь вы потом увидите здесь есть привычки здесь есть 21 день и окошечки кругляшки для того чтобы вы отмечали вы отмечаете либо галочка я люблю их заштриховывать чтобы было ну красиво можете взять красивый фломастер на самом деле как бы это забавно не звучало но визуализация особенно если это все красиво специально до подбирала весенние оттенки цветочки чтобы у вас было именно визуально приятное восприятие материала как и внизу у нас идут вебинары 12 штук то есть вы можете здесь себе отмечать прошли вы вебинары или нет посмотрели или нет чтобы не забыть и естественно фотографии до и фотография после тоже также можете отмечать в чем суть я написала вам 9 привычек которые я буду вместе с вами внедрять в нашу жизнь ну это они самые они такие простые вы будете ими пользоваться и вы например контрастный душ сделали вы сегодня его отметили не сделали не отметили и самое главное я оставила для вас 6 пустых строчек для того чтобы вы вписали свою привычку которую хотите именно вы внедрить в свою жизнь ну например забываете например кондитили хотите что-то я вот буду вписывать до прием скилл да правильно говорится я учила немецкий я его обязательно пишу потому что у меня катастрофическая память на предмет приема витаминов бадов добавок и так далее да вы можете добавить прием какого-то препарата вы можете добавить там свою какую-то почти ну там не знаю лечь до 11 вечера спать либо добавить привычку раннего подъема это очень актуально будет в нашем марафоне потому что вебинар у вас будет 8 утра если вы назовем вас там сова да и вам сложно вставать то можете в такую привычку попробовать за 21 день не дри уже доказано что ранний подъем и ранее укладывание спать она очень положительно влияет на наше здоровье и самочувствие ну и соответственно внешне поэтому этот чек-лист его только поначалу сложно я уже внедряла себе так привычки она работает но я внедряла месяц делала их было несколько и самое главное что в конце 21 дня по если вы будете добросовестно все делать вы увидите картину в целом то есть вы смотрите цель этого чек-листа это анализ вы например вечером вы посмотрели ага я забыла там ну что-то да потом сделать массаж сухой щеткой и вы не бежите его делать если вы не хотите вы просто поняли что сегодня я это забыла и пропустила завтра нужно сделать на этом акценты вы проснулись и сделали это то же самое в конце месяца когда вы увидите такой некий график особенно если вы будете закрашивать не просто там галочку ставить да и вы будете видеть что для вас было труднее да ну например пить воду по утрам натощак ну тут вы должны уже понимать либо вы делаете над собой усилия и работаете с своей мотивации да и дисциплиной ну либо вы думаете что но она мне и не надо то есть это немножко такой инструмент для аналитической вашей работы ну и соответственно работы со своей дисциплиной вот такой инструмент мы будем по нему есть вопросы будем мы его пробовать внедрять чтобы было легче потому что здесь есть также такие пункты как работа с лицом да работа со стопами гимнастика то есть все равно я хочу чтобы помочь вам вот эту активность на постоянной основе вашу жизнь включить не просто так марафон прошел ну ладно а на постоянной основе нет вопросов прекрасно по чек-листу у меня все использовать мы будем как и в первом марафоне это юна я его использую когда у меня алексей спросил ну-ка его везде делал я им сказал что у меня две баночки ушло у меня был еще один не юна а на д не помню название я их обе использовала потому что я их пшикой не только на лицо а полностью на все тело очень мне нравится я я очень люблю распылитель на лицо и соответственно сыворотка у меня тоже ушла за весь марафон а он у нас был тогда две недели поэтому вы можете спокойно перед работой на лицо да спасибо надежда да 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 именно он декорист попшикали помазали я их только вот так делаю то есть ну не мажу друг от друга отдельно так по этому поводу все сегодня я хочу еще с вами немножечко мы себя протестируем чтобы понять также можете попросить если кто-то вдруг сомневается идти в марафон или нет ему несколько тестов дать которые сейчас мы с вами вместе сделаем чтобы вы понимали где что у вас немножечко требует корректы и так сядьте пожалуйста спокойной позе на оба седалищины бугра ноги стоят на полу плечи у нас с вами опущены и развернуты лицо расслаблено ваша задача это был у нас один из тестов прошлом марафоне сделать замок руками за спиной да это самое обычное то есть одной рукой попробовать и другой рукой соответственно вы смотрите степень вашего мобильности одной рукой второй рукой смотрите мобильность вашего плечевого пояса до раскрытия грудного отдела как ваши суставы работают у кого получилось оба замка напишите пожалуйста давайте немножко так чтобы я монолог у меня прекратился мы немножко с вами вот таким диалогом поработаем и на этом я готова буду ответить на ваши вопросы а еще еще расскажу немножечко про содержание после тестов сейчас вы доделаете тесты их немного они очень простые вы можете так как в этом марафоне не нужно мне до отправлять вы можете для себя сделать несколько вот таких вот ну тестиков перед марафоном и после марафона поверьте у вас будут изменения то есть если вы сейчас например не можете там правая рука сверху не можете полностью да где-то там у вас вот так например то поверьте в конце марафона а вы увидите изменения ольга вообще не получилось в некоторых вообще не получится у некоторых получится с одной руки у некоторых с другой рукой в прошлом марафоне я могу вам так сказать у тех у кого не получалось у некоторых получилось а у некоторых просто расстояние вот этого вот вот это расстояние она правда уменьшилась одна сторона лучше другая меньше то есть если вы хотите действительно прям поработать для себя и на результат не просто потому что я вас заставляю да и алексей тут требует если вы хотите на результат то пожалуйста сделайте вот ну вот когда вы будете фотографироваться сделайте для себя эти фотографии если у вас есть кто-то да кто кто может вас фотографировать либо просто запомните по ощущениям как ваши руки себя чувствуют и я вас уверяю после марафона у вас будут изменения в лучшую сторону так поехали дальше последний второй тест и последний тоже на плечевой пояс но я думаю что у кого не получилось так что навряд ли так получится я называю это аминь за спиной да соединяем ладошки у меня был ну это уже конечно же индивидуальные такие случаи мы сейчас ну как бы говорим о возможностях при отсутствии каких-либо таких вот сложных случаев да сейчас давайте еще один тест мы соединяем руки за спиной но смотрите какая вы не соединяете руки за счет того что вы вот так вот прогнулись в пояснице вы как сидели ровно вы так и сидите и ваша задача вот соединить руки и вообще понять во первых можете ли вы их соединить во вторых как высоко вы можете может быть вы вот здесь вот их можете соединить а может быть вот здесь да то есть второй тест а сейчас получилось отлично ваша задача наталья ну как задача если вы хотите немножечко все-таки улучшать свои показатели то вы сейчас на какого как я говорила на какой высоте у вас вот здесь у вас то есть тогда стремитесь за 21 день поднять его вот сюда да и и расправить плечи то есть не вот так расправить плечи улучшайте свои показатели даже если они сейчас уже хороши отлично я думаю всех по получилось попробовать уже поднимаемся чуть выше хочу выше здорово здорово поэтому всегда не останавливайтесь на том что у вас уже сейчас получается все можно только улучшить ну либо ухудшить если ничего не делать а поднимаемся выше поднимаемся грудным мышцам нашим и так ключицы под ключицей вот у нас ключица под ключицы у нас есть ямка вот здесь и прям найдите точку под ней да чуть ниже и надавите ну тут опять же немножко такой сомнительный тест если вы найдете эту точку да самая болезненная вот если вам сильно больно сюда нажимать прям нажмите прям вот ну сделайте такие круговые движения очень глубокие если уж вам прям сильно здесь больно нажать ну то конечно же делайте выводы о том что грудные мышцы у вас здесь зажаты плечи ушли вперед то есть мы это все будем расслаблять и раскрывать грудной отдел никаких острых болезненных ощущений ну прям вот что больно здесь не должно быть ну в идеале на чем мы будем работать как ваши грудные класс класс это наверное значит что у вас больно все классно больно больно у большинства когда смотрите вот ну представьте вот она мышца до грудная представьте если она зажата она у нас берет и стягивает все вперед вот она зажалась нам нужно ее расслабить и развернуть наше плечо то есть но это конечно не только это одна из более нет отлично дальше поехали нет нет предела совершенства я с вами согласна переходим на отключиться есть отключичная ямка да вот она здесь у нас проходят лестничные передние лестничные мышцы они они у сергея не болит отлично посмотрим на марафоне марафон все расставят на свои места здесь кладем пальчики в надключичную ямку и такими круговыми движениями пытаемся углубиться вы во всем марафоне ну кто знает кто не знает вы не просто гладите сейчас себя и не просто массируете ваша задача с каждым круговым движением углубиться чтобы ткани вас спустили но не до каких естественно там вот таких вот содрогающихся моментов доходить не надо то есть до сильной боли мы ничего не доводим то есть на отключичная ямка ставим в нее три пальчика и делаем круговые движения с акцентом вглубь вниз насколько то есть и оцениваем ощущения первое ощущение ну насколько болезненно если болезненно опять же да то это мышцы у нас зажат насколько вы вообще можете сюда то есть если у вас это ямка чтобы пальчики туда ушли вглубь да третий момент если вы делаете движение и вам отдает в руку либо вниз да может быть покалывание может быть какие-то неприятные ощущения там они менее то это говорит ну где то что то куда то отдает в общем это говорит о том что у вас зажат нерв между этими как три да такие лестничные мышцы проходят здесь между ними проходит нерв и соответственно если лестничные мышцы у нас спазмированные зажаты соответственно они у нас пережимают этот нерв отсюда идут бывает если у вас вообще есть иногда такие ощущения покалывания в передней части руки и вот в этих трех пальцах а не менее покалывания то это говорит о том что нужно работать с лестничными мышцами как ваши ощущения здесь то есть насколько приятно комфортно там больно не больно одинаковые ощущения с двух сторон да вот это насколько насколько дает вообще насколько дают мышцы вам проникнуть не забывайте любые движения мы делаем мы сидим ровно никаких вот этих вот там ничего мы сидим правильно отлично приятно у нас вообще весь марафон будет очень приятный будет больно только там где у вас есть проблемное место отлично почти не проникает пальцы ольга это говорит о том что ваши мышцы здесь напряжены они не эластичны их нужно разогревать их нужно прорабатывать разминать чтобы они были более ну как эластичные да не люблю повторяться более мягкие податливые там комфортно отлично то есть это все наше тело оно должно все отзываться всегда на наше прикосновение да а когда что-то где-то вот прям вот как деревянное вспомните когда выходите на массаж на массаж спины и если где-то что-то у вас зажато да и массажист начинает там эту точку болезненно разогревать то конечно же вам больно потому что любая зажатость это триггерная точка она болезненная по ощущениям различия есть галина это нормально вообще стремится к как это к симметричному лицу ну не очень такое правильное да симметрично я извиняюсь только там в одном месте лежат мы все несимметричны и это нормально а то что в разных местах запомните где может быть это какая-то сторона где вы кстати привычки любители поговорить вот таким образом это смертельно просто для осанки для вашего лица вы вы просто сами берете и делаете вот так вот все зажимаете здесь зажимаете абсолютно все мышцы любители вот посидеть вот так вот да то есть на одну сторону сумку поносить на одну сторону что там еще читают книжку да вот иногда там наклоняется вообще телефон мы держим приучаете себя не вот так писать сообщения а вот поднимите лучше телефон чем опустите голову вниз мы это тоже будем с вами такие вот маленькие моменты прорабатывать обожаю массаж сейчас я вам отвечу есть рабочий момент почти ощущение давления давление спускается в левую руку в правой руке такие же ощущения если нет то вот где у вас некомфортное ощущение с какой стороны вот с этой стороны ваши мышцы более нуждаются в работе и мы соответственно будем это с вами делать шея это это наше все шея это как горлышко у бутылки да как она насколько она свободна так она в нам и пропускают и наверх и вниз да то есть здесь у нас как транзит такой дорога давайте дальше сейчас продолжим последний тест на вот еще на лестничные сделы сели ровно спокойно ваша задача сейчас очень аккуратно и спокойно никаких резких движений смотрите вы берете опускаете голову вниз поворачиваете голову в сторону насколько возможно и опускаете подбородок к подмышке вниз у вас должно растянуться вот здесь возвращаетесь абсолютно так же никаких резких движений еще раз повторяю вниз голову давайте вместе вниз в сторону повернули и сейчас подбородок к подмышке вниз и так же возвращаемся вверх поднимаем голову аккуратно возвращаемся вперед то же самое давайте вместе чтобы вы не запутались в другую сторону вниз поворачиваем в противоположную сторону повернули и сейчас подбородок к подмышке вниз должно тянуть с противоположной стороны возвращаемся аккуратно сейчас мы проверяли это один из приемов на растяжение лестничных передних мышц вот этих которые мы сейчас с вами прощупывали скажем так так пока все пишут поделитесь пожалуйста сейчас получилось где-то может быть было больно насколько получилось вообще повернуть наклонить голову я сейчас сразу пока отвечу ольга обожаю массаж у меня для вас прекрасная новость на этом марафоне у нас будет целых три самомассажа самомассаж будут проходить по выходным дням они у нас будут первым самомассаж это будет самомассаж ложками по маслу он у нас будет лимфодренажный расслабляющий тонизирующий повышающий тургор кожи шикарный массаж и будем также прорабатывать мышечные зажимы то есть мы прям будем разогревать этим массажем мышцы ну и вообще лицо следующий у нас будет самомассаж это будет самомассаж щипковый щипковый самомассаж у нас отлично работает с нижним контуром вторым подбородком нечетким овалом лица с дряблостью обвисшей кожей которая потеряла эластичность тургор упругость щипковый массаж очень такой улучшает кровообращение работает с жировыми пакетами ну с кожей соответственно с мышцами и со всей лимфой нашего лица потрясающе после щипкового массажа если вы работаете качественно у вас результат будет сразу и третий самомассаж те кто участвовали они уже знают это будет лифтинг самомассаж его можно делать перед каким-либо важным приемом потому что результат вы видите сразу все ткани у нас будут подниматься вверх это будет подтягивающий лифтинг массаж все приемы вы можете себе записать и прям делать то есть это в вашем домашнем арсенале остается с вами навсегда так и теперь отвечаю на ваши вопросы комфортно и приятно здорово так оно и должно быть потому что вот этот прием это как и тестирование и прием это прием растяжения передних лестничных мышц обычно этот прием я даю ну такие подобные приемы я даю в конце занятий чтобы расслабить и растянуть именно мышцы так по тейпам я запомнила комфортно у позвоночника больно ольга у позвоночника больно ну смотря где да то есть скорее всего у вас растягивалась трапеция трапеция либо вместе с мышцей поднимающей лопатку ничего удивительного почему-то потому что она у вас то есть отзывается какими-то неприятными ощущениями всегда та область которая нуждается в проработке то есть сейчас когда вы делали данный прием у вас лестничные на себя не взяли нагрузку потому что им комфортно а взяли на себя болевые такие неприятные какие-то ощущения болевые именно те мышцы которые у вас зажат то есть это у вас трапеция верхняя порция и мышца поднимающая лопатку мы с ними будем работать тоже это самые главные мышцы которые у нас отвечают за то что наши плечи вот такие вот дальше отлично все получилось супер влево удалось вправо тяжело Галина ну соответственно да где тяжело там значит попробуйте где тяжело в той стороне еще сейчас просто аккуратно и такими надавливающими движениями расслабить промять лестничные мышцы отлично получилось слева по разным сторонам разные ощущения так давайте я сделаю сейчас тогда еще тесты и скажу про трепирование я сейчас запишу себе давайте следующее у меня чуть-чуть еще осталось грудинно-ключично-систовидные наши мышцы их две вот она вот она контурируется вот все ее давайте найдем у себя с одной стороны вот она с другой стороны она у нас начинается за ухом и заканчивается у ключицы вот тест вы ее можете захватить вот захватить оттянуть не бойтесь ничего не растяните с кожей ничего не случится все хорошо вот вот если сложно немножко в эту сторону наклоните расслабьте эту мышцу в идеале вы ее должны захватить и немножечко оттянуть с одной стороны работаем с другой стороны вот до самого основания от этого основания до этого вот у меня за ухом намного хуже да здесь уже пошли такие процессы склерозирование тканей прилипание мышца не должна прилипать все должно быть самостоятельно эти это очень сильные мышцы две давайте прощупайте у себя их да проанализируйте и пишите обратную связь насколько вы их можете вообще во первых пропальпировать во вторых захватить и оттянуть если вас больно справа хорошо но скорее всего у вас надежда где вы что писали комфортно и приятно у вас у вас наоборот Калина есть на чем работать то есть эта мышца очень сильная она что у нас делает эта мышца при ее сокращении она у нас берет и уводится ответственно голову вперед вот она смотрите когда мышца вы вот вы сели правильно ровно мышцы смотрите какой длины да вот мои пальцы это это мышца вот смотрите как только смотрите что я делаю я ссутулилась я увела голову вперед смотрите что с моими пальцами произошло да они сразу приблизились друг другу и сократились как только я увела голову на место статику головы вернула расправила плечи села ровно смотрите где мои пальцы оказались шея наша за счет всех мышц ну благодаря еще нашим да каким-либо привычкам там идти вот это вот смотреть вперед все вот 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 пошла 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 вперед у нас шея мы делаем все чтобы наша шея стала короткой у нас обвисло второй подбородок на вис у нас исчезла в принципе шея да вот этот угол 90 градусов и угол молодости мы делаем абсолютно все для того чтобы наше лицо пошло вниз поэтому мы с вами будем раскрывать грудной отдел опускать плечи расслаблять удлинять шею ну и соответственно все будет у нас красиво невозможно практически после 21 дня если вы будете работать все будет возможно около уха будто прилипло да вот то о чем я и говорю это уже такие застойные явления у меня тоже я вот месяц ничего не делала и тоже ничего не делала без фанатизма делая видите уже тоже за ухом практически не цепляется да места крепления всегда будут тяжелее прорабатываться у любой мышцы чем ну ее основная часть это нормально но все равно если вы не можете совсем ее ухватить вы делаете прорабатывающие движения и все получилось справа хуже итак у нас чуть-чуть осталось совсем переходим на лицо буквально еще три теста наши жевательные мышцы все ее знают мужчины хотят чтобы были они такие видные да мощные начинают жевать жвачку стискивать зубы и так далее ничего хорошего мышцы очень сильные жевательные находятся они вот здесь это единственные мышцы на лице которые крепятся и с одной стороны и с другой стороны к костям поэтому когда эта мышца у нас зажимается она у нас спазмируется что она делает она верхнюю и нижнюю челюсть сжимает соответственно ну с возрастом я не говорю что это там год-два нет да если ничего не делать соответственно у нас ухудшается челюстной сустав у нас нижняя челюсть уходит вверх пропадает угол молодости и у нас соответственно идет нагрузка на зубы поэтому страдает в первую очередь зубы что мы делаем мы будем расслаблять ну во-первых жевательные мышцы у всех болезненно работают жевательные мышцы с открытым ртом сейчас пока я буду рассказывать тест можете себе попробовать вот найти вот здесь она находится приоткройте немножко рот и надавите пока вы себе проверяете я вам рассказываю тест самое главное у кого есть проблемы с челюстным суставом этот тест не делают открываете рот не сильно ну в каком плане без напряжения да вы не сильно открываете рот а насколько возможно вам открыть рот чтобы у вас ничего не напрягалось и вставляете пальцы сколько возможно сколько у вас влезет столько и сейчас вы мне напишите то есть открываете рот угу ставили широко специально с усилием рот открывать не нужно откройте до комфортного состояния то есть если вам комфортно так открываете так и напишите пожалуйста сколько у вас получилось пальцев два один три четыре угу 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 отлично три пальца это норма опять же я не сейчас не сужу неплохо нехорошо это норма да и есть естественно как бы какие-либо ограничения но когда два пальца то есть судите сами у вас зажатый вы уже не можете до комфорта открыть вы конечно можете рот открыть да но вы уже будете напрягаться ваши жевательные мышцы зажаты у кого два причем они так уже хорошо зажаты даже у кого три они зажаты но все равно как бы некритично я так это называю да угу но могу и четыре отлично ой если вообще захотеть мне кажется много чего можно суметь да главное ну без все делаем аккуратно пожалуйста вот без знаете без фанатизма то вот некоторые и начинают отлично жевательные протестировали поехали мы на нос у кого носогубные заломы сейчас будет больно у основания ноздри можно с одной стороны можно сразу два поставить вот прям здесь где начинается носогубка вот нажали вот точно ой расслабили лицо сидим ровно и немножко опустили голову на пальчики и прямо нажимаем что есть у вас силы нажимаем если сильно больно и чуть-чуть вверх поднимаемся по носу вот здесь у нас проходит господи вот здесь на границе переход от носа к щеке мышца поднимающая крыло носа когда у нас зажимается вот здесь вот видите нос когда сразу крыло поднимается у нас сразу образуется носогубный залом вот видите если вам сильно больно соответственно у вас мышцы эти все зажаты если у вас еще нет носогубки то ну как бы она скоро у вас проявится как ваш нос с носом мы будем кстати работать очень интересно все в шоке от того что нос нужно свой массировать и прорабатывать но поверьте это так у нас на носу очень много мышц все фотографии я вам тоже документы точнее материалы буду отправлять для работы с ним очень интересно работать он у нас такой очень приятный и давайте а то у меня Алексей тут сейчас будет уже ругать но я очень хочу вам дать два последних теста обязательно так с брылями мы и будем работать это называется нижний контур я уж просто не не разделяю его да там на брыли на там мешочки на депрессор я называю это все нижним контуром от брыли щипковый массаж во так дальше поехали уши давайте я вам на одном ухе ухо во первых нас нас в детстве помните таскали на дни рождения за уши очень хорошо нам делали берем но берем не за ухо а берем прям за раковину и давайте вверх вниз само то есть ну не дергайте вот так вот себя за ухо вы берете прям вот за всю раковину вверх вниз и в стороны назад вперед и по кругу вообще вот такой массаж он ежедневный должен быть в наши уши потому что здесь слишком много проекций и здесь есть височная мышца да она за ухо уходит здесь тоже очень много тканей которые при залипании знаете еще вот здесь вот такие морщинки образуются как ваши уши насколько они подвижны ухо должно быть подвижно вот оно должно быть ну как двигаться с ушами классно я тоже очень люблю когда мне уши начинают трогать и самое главное что уши нужно можно и нужно массировать как это делать берем свое ушко любимое и смотрите вот такими зигзагообразными движениями все ушко хрящи прорабатываем если вы это можете сделать хрящ то все хорошо если вы уже хрящ не можете ну вот вот такими движениями да вот вот такими да в одну сторону в другую то как бы ваши ушки уже очень-очень хотят чтобы вы обратили на них внимание и последний давайте тест я готова к вашим вопросам но это как тест уже могу вам дать самостоятельное плавание это тест ну это все как вы видите это тесты и это уже работа то есть это все вы можете делать ежедневно апоневроз апоневроз берем себя за волосы я уже не буду себя распускать берем себя за волосы и начинаем ну таскать себя за волосы да то есть вот ваш апоневроз должен апоневроз это сухожильный шлем между нашей черепной коробкой и уже непосредственно там кожей он должен быть подвижен везде причем за ушами на затылке здесь сверху то есть прям хорошенько попробуйте все это сделать если где-то вы не можете оторвать его да ну я уж таким языком то это говорит о том что происходит уже такие процессы очень не очень хорошие да которые нужно просто тормошить это очень хорошо для для волос для кожи для кровоснабжения все все морщины на лбу это у нас задняя поверхность вот здесь затылочный да наш апоневроз вот здесь вот нужно прорабатывать мы будем с ним тоже работать массаж ложками тоже прекрасно с ним работает поэтому вот такие мы тесты сегодня с вами сделали я надеюсь вам понравилось вы сделали какие-то выводы вам захотелось улучшить какие-то свои показатели заметьте заметьте пожалуйста что все тесты которые мы делали на шею вот кто мне сегодня отвечал 80 процентов нужно работать это еще мы чуть-чуть только да с вами затронули поэтому у нас все что мы имеем на лице мы обязаны работать с осанкой шеи мы не можем просто так взять наше лицо промять и надея и не трогать осанку и надеяться что у нас будет хороший результат и вообще будет ли он поэтому не удивляйтесь когда грамотные тренера если вы где-то может будете там ходить заниматься смотреть вам будут все как один говорить о том что нужно начинать с осанки поэтому мы с вами в нашем марафоне будем работать с осанкой в первую очередь с шеей и потом уже с лицом работа очень большая она очень приятная вообще эта работа это вообще не должна быть работа это не работа а забота забота о себе вклад в свое будущее в будущее своей внешности и здоровье понравилось я тоже люблю очень с волосами вообще волосы любят чёс поэтому волосы чешем голову треплем взаимно очень приятно очень приятно я очень надеюсь что в этот раз нас будет много потому что все-таки нужно нести в массы то что мы все можем своими руками без уколов без операций все только в наших руках и при нашем желании я очень рада видеть тех кто пришел второй раз честно я прям безумно рада это самая большая похвала и награда для меня работать с вами еще и еще надеюсь еще будем работать поэтому если ко мне точнее нет вопросов да мне тоже хочется всего два дня осталось если нет ко мне вопросов я выходные вам два дня чтобы сделать хорошие фотографии не бойтесь я вас ну если вы кто-то там да говорил не хочет отправлять если вы стесняетесь или там переживаете не надо я вообще очень очень добрая поэтому была рада всех видеть спасибо что нашли время чтобы меня послушать задать вопросы особенно те кто второй раз а алексей я на самом деле наталья вы такая молодец здорово наталья я тогда жду от вас фотографии до обязательно найду ваши у меня все фотографии сохранились и я прям посмотрю что было в самом начале и какой вы сейчас результат получили да пока вот мы с вами не видели сколько месяц получается почти два здорово очень рада вас так со всеми я не надо не надо сдаваться и мы в понедельник начнем снова со всеми я с вами прощаюсь до понедельника я с вами на телефоне на телеграм буду практически круглосуточно поэтому поэтому спасибо очень приятно спасибо большое очень приятно поэтому зовите своих друзей подруг родственниц нужно показывать показывать как можно работать с собой давайте все таки сделаем так чтобы было нас много тех кто заботится о своем здоровье и красоте ведь мы не только красотой занимаемся в первую очередь занимаемся своим здоровьем поэтому еще раз прощаюсь с вами алексей не знаю как выключать я думаю ты сам меня выключишь отключишь я пока с вами здесь буду на связи я думаю чтобы алексей взял слово и какие-то моменты может быть я не договорила да дорогие друзья это снова я ой столько столько положительных отзывов вот просто надо чат копировать и выкладывать вместе с этим видео насколько благодарственных отзывов Ольге спасибо вам большое запись будет запись будет 8 уже в понедельник начнется занятие поэтому дорогие друзья у вас не то что там там два дня на фотографии два дня на то чтобы людей пригласить и чтобы они сделали еще фотографии но я думаю что если кто-то подключится только за эти дни там например суббота воскресенье в понедельник я думаю в понедельник еще будет шанс тоже отправить фотографии да поэтому не ждите не ждите субботу воскресенье сегодня целый день сегодня еще утро сегодня целый день можно людей приглашать сообщать отправлять им этот ссылку на запись вебинара как происходит вебинар сейчас отвечу на ваш вопрос как же происходит запись вебинара сейчас вебинар записывается в вебинарной комнате он в записи появляется примерно через 2 часа Соответственно, через 2 часа я эту запись могу взять из вебинарной комнаты и выложить ее в группе ВКонтакте, в нашей группе Imperium Wellness. Там ваша задача какая? Сделать репост на своих страницах ВКонтакте, сделать репост этого записи вебинара, чтобы на каждой странице этот репост был. И за этот день еще мы успеем донести до большого количества наших партнеров вот эту запись вебинара, то, что можно будет подключиться. Поэтому на вашей странице ВКонтакте или там в Инстаграме, там еще где-то, может, сделаем там, есть, вам напишут в этом, в комментариях, о, круто, я первый раз слышу, что будет какой-то марафон, как на него попасть? И вы такие говорите, да, вот так это можно сделать. Заходишь в личный кабинет, в магазин товары Imperium Wellness, там, да, марафон Imperium Wellness и покупаете билет либо пакет. Либо если человек вообще еще не является партнером, я там хочу марафон такой, он просто клиент. Вы ему говорите, вот тебе реферальная ссылка, регистрируйся как клиент, это бесплатно, покупай билет на марафон и смотри, как люди пользуются, сколько человек, как у нас проходят все мероприятия, как пользуются продукцией. Человек смотрит, ему нравится, по-любому Ольга не может не нравиться, да, и он начинает таким пользоваться и говорит, а как мне купить пакет, а как мне купить то, а как мне, помоги мне, и все, у вас появляется новый партнер. Вот так и все. Вопрос. Алексей, огромная благодарность. А, это не вопрос, кажется, за организацию, кладоискатель. Откопали для нас такой, я еще ищу клад. Дорогие друзья, я еще ищу людей, которые готовы будут вести для вас разнообразные марафоны на площадке направления Imperium Wellness. Так, еще тут слова тоже благодарности. Благодарность вам с первого марафона. Спасибо большое, спасибо, дорогие друзья. Это все здорово. Благодарность, это классно. И очень приятно, честное слово. Еще приятнее количество тех людей, понимаете, количество тех людей, которые будут на этих марафонах. Это говорит о том, что наша деятельность, она не проходит мимо, и она интересна для кого-то еще. Это очень важно. Когда наша деятельность находит отклик в других людях, в других судьбах, это гораздо важнее. Поэтому спасибо большое за благодарность. Это говорит о том, что я на правильном направлении. А это подтверждение этого направления, это те новые люди, которые приходят на наши мероприятия, наши марафоны. По питанию. Да, еще раз Вера Лебеди говорит, хотелось бы про питание. Я сейчас ищу специалиста. Это не очень просто сделать. Я ищу специалиста, который бы взял на себя вот эту ответственность, вести вот такого плана марафона, где и упражнения, и знания о здоровье, и знания о питании. И они не просто должны быть знания, они должны быть адекватны. У меня очень большие критерии, у меня очень большие придирки к этим людям, которые бы могли принимать участие. Ольга – это действительно тот человек, который очень ответственно относится к своей работе. И видите, она не может не нравиться всем людям, потому что результаты. Есть реальные результаты. Поэтому мне нужен такой же человек, я ищу его, и там чуть ли не кастинг, понимаете. Потому что я не беру всех подряд. Поэтому для меня очень важный человек, чтобы он очень сильно разбирался в этом. Настолько, чтобы был чуть ли не лучше, чем я. И лучше, чтобы он был лучше, чем я. Потому что мне всегда хочется стремиться к этим людям. Все, давайте. Кето-диета. Дорогие друзья, про питание очень много тем. Если интересно, давайте я планирую сделать несколько вообще роликов и по продукции, и вообще, может быть, вебинары по направлению питания, ответ на вопросы вообще в области здоровья. Давайте сделаем вместе развивать вот это направление Imperium Wellness. Давайте вместе это делать. Затрагивать все аспекты нашей жизни в контексте компании Imperium Group и в контексте использования нашей продукции. Нам же не просто надо знать больше о чем-то. Нам же это идет параллельно бизнес и здоровье. Поэтому мы должны это все... Спасибо. Спасибо. Я вашей верой живу. То это самое главное. Все, не буду вас отвлекать. Всем огромное спасибо, кто присутствовал на сегодняшнем вебинаре, кто выделил время. Вам благодарность. Ждем записи и репостов. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Мы вместе с Ольгой будем в этих закрытых чатах. Так что вы можете вопросы и мне задавать, и Ольге задавать. И я всегда во всех чатах и про компании. Так что я всегда на связи. Ну и ВКонтакте наша группа Imperium Wellness. Все, всем пока. Хорошего дня и хороших выходных.